Здравствуйте, друзья! Сегодняшний наш разговор будет посвящен актерам, игравшим на сценах Малого и Александринского театров в XIX веке. В одной из статей Павел Александрович Марков говорит о том, что театральный репертуар, оставшийся в наследство XIX веку, по-прежнему требовал разрешения проблем формы, которые в свое время поставил перед театром классицизм. На повестке дня стоял вопрос о технике игры в сценическом языке. Уже в первую четверть века происходит сближение актера и зрителя. Театром интересуются все более широкие слои. Именно зритель теперь требует от сцены обновленного художественного языка. Основными творческими личностями, определившими дальнейшее развитие сценического искусства в этот период, оказались Мачалов, Каратыгин и Щепкин. Павел Степанович Мачалов был сыном крепостных актеров, впоследствии перешедших в Московский императорский театр. Как и его сестра Мария Степановна, Павел Степанович пошел по стопам своих родителей и стал актером. На сцене императорского театра на Маховой 4 сентября 1817 года Мачалов впервые вышел на сцену в роли Полиника в пьесе «Озерова» и «Дип в Афинах». Играя в Малом театре в комедиях и водевилях «Основе репертуара», Мачалов также исполнял и более значительные роли, такие как Дмитрий Донской в «Трагедии Озерова», Фердинанд в драме «Коварство и любовь» Шиллера, Мейнау из «Ненависти к людям» и «Раскаяния» Коцебу. Множество ролей в переводах-переделках шекспировских драм Отелло, Ромео, Гамлет, Генрих IV, Лир, Ричард III. Исследователи указывают, что за свою жизнь Мачалов сыграл более 250 ролей. Одной из выдающихся работ современники называли роль Гамлета. И по сей день Мачалов считается одним из лучших исполнителей Гамлета в истории русского театра. Трагедия шла в переводе полевого, в переводе романтическом. Романтической была и трактовка роли. Вслед за представителем романтизма на сцене Алексеем Семеновичем Яковлевым Мачалов становится самым ярким романтическим актером. Марков говорит, что Мачалов поднял мелодраму до высоты трагедии. Многие исследователи творчества Мачалова не раз отмечали автобиографичность и, следовательно, крайнюю субъективность его искусства. Образ жизни актера был продиктован его романтическим мировосприятием. Его швыряло от кропотливой творческой работы в отчаянные запои, апатию и бессилие. Так и в исполняемых им ролях мгновения творческого прозрения сменялись провальными сценами, сыгранными порой формально, вовсе невыразительно. Мачалов был настоящим актером переживания. В одной из самых известных своих статей, посвященной Мачалову в роли Гамлета, Белинский и так отозвался об артисте. Этот актер с его, конечно, прекрасным лицом, благородную и живую физиономию, гибким и гармоническим голосом, но вместе с тем и небольшим ростом, неграциозными манерами и часто певучей дикцией, актер, конечно, с большим талантом, с минутами высокого вдохновения, но вместе с тем никогда и ни одной роли, не выполнившей вполне. Сверх того, актер с талантом односторонним, назначенным исключительно для ролей только пламенных и иступленных, но не глубоких и многозначительных. Мачалов, конечно, имел и набор характерных для театра своего времени штампов, иллюстрировал речь жестами, декламировал, подобно актерам, классицизма. Но при этом он был актером-импровизатором, что напрямую и было связано с неровностью его игры. Как пишет Марков, Мачалов был очень целомудренным актером, он не умел лгать на сцене, отсутствие творческого подъема не имело для него никакой замены, то есть только искреннее, субъективное переживание роли и делал из Мачалова выдающегося актера, игра которого заставляла публику в зале обливаться слезами. В театроведении принято сравнивать и противопоставлять Мачалова, блиставшего в Москве, с трагиком петербургской сцены Василием Андреевичем Каратыгином. Каратыгин происходил, как и Мачалов, из актерской семьи, его родители были учениками Дмитревского. Дебют Каратыгина состоялся в 1820 году, он выступал в главной роли в трагедии «Озерова Фингал», и вскоре он занял место ведущего актера Александринского театра. Марков называет Каратыгина актером технически совершенным, что, как можно догадаться, прямо противоположно неровному искусству Мачалова. Вот как говорил об актере Белинский. Господин Каратыгин принадлежит к числу тех художников, которые в высшей степени постигли внешнюю сторону своего искусства. Его успех зависит не от удачи вдохновения, а от строгого изучения роли. Исполнительская манера Каратыгина, его актерская тема, были отражением своеобразия именно придворно-дворянского театра. Он исполнял героик романтические роли в так называемых охранительных драмах, пьесах «Кукольника» и «Полевого», а также в драмах Шиллера, «Разбойники», «Коварство и любовь» и «Шекспира», «Гамлет», «Отелло», «Ричард III», «Король Лир». Каратыгин подробно готовился к ролям и прорабатывал их форму до мелких подробностей. Репетируя перед зеркалом, добивался картинной пластики, выверенности жеста. Не полагаясь на изменчивое вдохновение, он осваивал технику, будучи актером представления. Однако в 40-е годы эффекты игры Каратыгина уже стали казаться анахронизмом. Поэтому постепенно и его игра становится проще и вместе с тем приобретает определенную долю психологизма. Истинный же психологизм на русской сцене стал открытием другого выдающегося актера Михаила Семеновича Щепкина. Щепкин родился в 1788 году в Курской губернии в семье Крепостных. С детства начал принимать участие в любительских спектаклях. Затем много выступал на профессиональных сценах провинциальных театров. Руководитель одного из которых в 1822 году собрал деньги и выкупил Щепкина, освободив от крепостной зависимости. В этом же году актера приглашают в труппу московского будущего малого театра. Здесь Щепкин впервые выходит на сцену в роли Богатонова, комедии Загоскина. В Москву Щепкин попадает уже опытным человеком и опытным актером. В своих записках Щепкин пишет, что достоинства актерской игры в то время находили в том, когда игра состояла из крайне изуродованной декламации, слова произносились как можно громче, и почти каждое слово сопровождалось жестами. Почти педантическое ударение на каждую рифму росло все громче и громче, и последняя строка монолога произносилась, сколько хватало сил у человека. Задумываться о новой актерской манере Щепкин начал под впечатлением от игры непрофессионального артиста князя Прокофья Васильевича Мещерского, которого увидел на сцене в 1810 году. Игра князя поразила Щепкина своей простотой, безыскусностью и удивительной правдивостью. Лишенная обязательных для того времени театральных штампов, она казалась менее выразительной, но лишь на первый взгляд. На самом же деле именно его игра трогала зрителя больше, наполняла роль смыслом и оживляла ее. С этого момента именно правдивости и простоты добивался Щепкин в своей работе над ролями. Однако драматургический материал того периода не давал актеру возможности оттачивать свое мастерство в новом направлении. Щепкин в основном играл в водевилях и комедиях, сентиментальных драмах. Он стал признанным мастером характерных комедийных ролей. При появлении новой драматургии он получает возможность работать над ролями Фамусова в «Горе от ума», Городничева в «Ревизоре». Именно в работе над ними и формируется его новая манера игры, вполне воплотившаяся уже в пьесах Гоголя, Тургенева, Сухого Кобылина. Ведь актер играл на сцене на протяжении почти 60 лет. Именно Щепкину принадлежало открытие внутренней, психологической разработки роли. Это были первые шаги по направлению к системе Станиславского, то есть в главном направлении развития русского искусства сцены. В 1853 году на сцене Малого театра впервые была поставлена комедия Островского «Ни в свои сани, не садись». Отныне все свои пьесы драматург отдавал в этот театр. Очевидно, что на материале драматургии Островского раскрылись таланты лучших артистов эпохи, развивавших художественные принципы Щепкина. Хотя для самого Щепкина эта драматургия осталась чуждой. Актерское искусство поднялось на новый уровень. В труппе не просто появились признанные мастера сцены, но сложились целые ансамбли. Актеры Малого театра отличались мастерством сценической речи, искусством перевоплощения. Одним из таких выдающихся актеров был проф. Михаил Садовский. Он, как и Щепкин, начинал свой творческий путь в провинции. В 1839 году, как раз при поддержке Щепкина, Садовский попал на сцену Малого театра, где вначале играл в Водевилях. Уже в тот период его исполнение отличалось особой непринужденностью. Однако выше легких ролей актер не поднимался довольно долго. При том, что даже в его комедийных образах современники обнаруживали бездну натуры. Все изменилось при появлении в репертуаре драматургии Гоголя. В гоголевских комедиях в ролях Подколесина в Женитьбе и Осипа в Ревизоре впервые в полную мощь раскрылось мастерство Садовского. Живая жизнь возникла на сцене благодаря реалистическому искусству артиста. Опыт, приобретенный в провинции, помогал ему точно и подробно выстраивать характеры своих персонажей, наполняя их узнаваемыми чертами, а вместе с тем продолжать линию Щепкина, вживаться в роль, внутренне перевоплощаться. В 1850-е годы Садовский играл уже в пьесах Тургенева, Сухого Кобылина. Главными же достижениями артиста, завоевавшими восхищение публики, были роли именно в пьесах Островского, в которых он смог раскрыть широту своего актерского диапазона. Его герои представали на сцене живыми, узнаваемыми людьми. Они не походили друг на друга, были вылеплены подробно, и в этой подробности очевидна была глубокая разработка их внутреннего содержания. В оформившемся актерском ансамбле Малого театра еще ни один талант особенно ярко раскрылся именно в драмах Островского. Такова была и актерская судьба Любови Павловной Никольной-Косицкой. Впервые выйдя на сцену в 1847 году в роли Параши Сибирячки и продолжая с большим успехом играть в основном в мелодрамах, она обрела свою тему в 50-е годы в драматургии Островского. Настоящим шедевром стала трагическая роль Катерины в «Грозе». Известно, что этот образ автор создавал, учитывая актерскую индивидуальность Косицкой. Учениками Щепкина были знаменитые актеры Иван Васильевич Самарин и Сергей Васильевич Шумский. Самарин по окончании училища вошел в труппу Малого театра и быстро занял амплуа героя-любовника благодаря выразительной внешности и лирическому актерскому обаянию. Актер исполнял роли в пьесах Шекспира, Шиллера, много работал над ролью Чацкого в «Грибоедовом горе от ума». Став театральным педагогом, Самарин передавал принципы Щепкина новому поколению артистов. А Сергей Васильевич Шумский в начале своего актерского пути в Малом театре исполнял не требующие особых навыков роли в «Вадевилях». Однако, проведя три года в Одесском театре, вернулся в труппу Малого, будучи уже готовым к более сложным актерским задачам. Он играл Качкарева в «Женитьбе» и Хлестакова в «Ревизоре». Стал первым в Москве исполнителем роли Кричинского в «Свадьбе Кричинского» Сухого Кобылина. Много играл в пьесах Островского и комедиях Мольера. В общей сложности за свою жизнь актер исполнил более 500 ролей. Ученица Самарина Гликерия Николаевна Федотова исполнила одну из своих первых ролей роль Верочки в драме Бабарыкина «Ребенок» в бенефисном спектакле своего учителя в 1862 году. И в том же году вошла в труппу Малого театра, где к концу 60-х стала ведущей актрисой. Диапазон ее был так широк, что она с успехом играла как в трагедиях, так и в комедиях и драмах. Кроме того, Гликерия Николаевна отличалась особой педантичностью в работе над образом. А образы эти были весьма разнообразны, ведь выступала она не только в современном популярном репертуаре, но и в пьесах европейских классиков. Особенно удачными были роли в пьесах Островского, многие из которых автор писал специально для нее. Самарин же давал уроки и Марии Николаевне Ермоловой, не замечая в ней ровным счетом никакого актерского таланта. Несмотря на это, Ермолова оказалась талантливейшей актрисой и стала настоящим кумиром своего поколения. Она родилась в семье Суфлера, а в прошлом актера Малого театра Николая Алексеевича Ермолова в 1853 году и уже в 1862 начала учиться на балетном отделении Московского театрального училища. Однако, драматическая сцена увлекала актрису значительно более балета. Благодаря счастливому случаю, принявшему ей возможность сыграть вместо заболевшей Федотовой спектакля Эмилия Галотти, ее актерское дарование было замечено. По окончании училища актрису приняли в труппу Малого театра, где вначале она вынуждена была играть легкие роли в Водевилях. Со временем репертуар Ермолова изменился, и у нее появилась возможность раскрыть свой актерский потенциал. В творческой судьбе Ермоловой значительной стала роль Катерины в Грозе, позволившая актрисе создать истинный трагический образ. Спустя три года была сыграна роль Лаурентии в овечьем источнике Лопа де Вега, подарившая шумный успех не только актрисе, но и всему театру. В образе, воплощенном Ермоловой, звучал призыв к бунту, к борьбе с тиранией, к самопожертвованию. Мария Николаевна много играла в классической западноевропейской драматургии и, конечно, в пьесах Островского. В 1890-е годы важное место в ее репертуаре заняли трагедии Шекспира. Великая актриса стала первой, кого удостоили высокого звания Народной артистки Республики. Говоря о Малом театре последней четверти XIX века, нельзя не вспомнить имя актера Александра Павловича Ленского. Начав актерскую деятельность в 1865 году, он много играл в провинции и лишь в 1876 попал в труппу Малого театра. Ленский был от природы наделен замечательными внешними данными. Кроме того, оттачивание техники позволяло ему создавать гармоничный и элегантный цельный рисунок каждой его роли. Именно благодаря этой способности актер смог в совершенстве овладеть искусством перевоплощения, которое обеспечивало ему успешное исполнение совершенно разноплановых ролей. Кроме актерской деятельности, Ленский также ставил спектакли в качестве режиссера и был руководителем филиала театра. Продолжая дело отца Прова Михайловича Садовского, Михаил Прович Садовский пришел в Малый театр в 1870 году. Он много играл в пьесах Островского, в общей сложности порядка 60 ролей. Как и отец, хорошо знал русскую действительность, ее быт, ее характеры. Благодаря этому актер мог вновь и вновь остро и с иронией рисовать на сцене узнаваемые для публики, точно взятые из самой жизни образы. Женой Михаила Провича Садовского была Ольга Осиповна Лазарева, взявшая фамилию мужа Садовская. Она начала играть на сцене артистического кружка, где значительное влияние на ее творчество оказал сам Островский, принимавший участие в постановках. В его пьесах дебютировала актриса и в Малом театре в 1879 году. Такие актеры блистали на московской сцене. Главная же сцена Петербурга знала других звезд. Русский для представления о трагедии и комедии театр, первый постоянный публичный театр в России, с 1832 года получил свое здание и новое название Александринский в честь супруги Николая I Александра Федоровны. Участь Александринского театра в середине 19 века была непростой. Руководили театром назначенные сверху люди, мало разбирающиеся в искусстве. А основой репертуара были охранительные пьесы. В актерском искусстве по-прежнему основной линией развития было оттачивание формы, однако новая драматургия так или иначе провоцировала изменения и в технике игры. Актеры, перенявшие художественные принципы Щепкина, были на Александринской сцене случаем исключительным. В 30-е и 50-е годы ведущими актерами Александринки были Каратыгин, Соснецкий, Асенкова. Дочь актрисы Александры Егоровны Асенковой Варвара Николаевна родилась в 1817 году. Когда ей было 11 лет, мать отдала девочку в Петербургское театральное училище. Однако уже через два года училище пришлось оставить, ведь преподаватели однозначно дали понять, что никаким талантом юная Асенкова не отличается. И все же спустя три года Варвара Николаевна сама бросила пансион, куда ее отправили после училища, и решила поступить в театр на работу, чтобы помогать семье деньгами. С юной актрисой стал заниматься мастерством Иван Иванович Сосницкий, хотя и он долго не мог заметить Васенковой и доли таланта. Когда ее сценический дар проявился, Сосницкий предложил юной актрисе роль в своем бенефисе, успешный дебют проявил Васенковой неподражаемый талант водевильной актрисы, и она была принята в труппу Александринского театра, где блистала в амплуатор вести и инженю. Именно Васенкову называли музой водевиля. Кроме того, ей удавались комедийные роли, например, Марья Антонна в Гоголевском ревизоре. Постепенно актриса стала стремиться к более серьезным ролям, играла Эсмеральду в соборе Порошу-Сибирячку в одноименной пьесе Полевого. Слава Асенкова и росла, среди ее поклонников оказался сам Николай Первый. Все возрастающее число почитателей, а также внимание самого государя, стали причиной нескончаемых сплетен и слухов, окутавших имя юной актрисы. Она играла на сцене Александринского театра всего шесть лет, но за это время успела подвергнуться настоящей травле завистников и, очевидно, отвергнутых воздыхателей. Вместе с тем на ее плечи были возложены роли в весьма значительной части репертуара театра. Все это плачевно сказалось на здоровье молодой актрисы и уже в 1841 году в возрасте до 24 лет она скончалась от чахотки. Учеником Каратыгина был Александр Евстафьевич Мартынов. По окончании театрального училища в 1836 году Мартынов поступил в труппу Александринского театра и вскоре заслужил статус первого актера комедии и признанного любимца публики. Темой актера был «Маленький человек». Психологию маленького героя подробно разбирал Мартынов в своих сценических образах. Он пытался раскрыть в каждом характере доброе начало. Мартынов стал в Петербурге первым исполнителем роли Подкалетина в «Женитьбе». По замечанию современников его исполнение роли Хлистакова стало первым верным прочтением роли, реалистическим прочтением, резко контрастирующим с водовильной традицией. От пьес Гоголя актер перешел к исполнению ролей в драмах Тургенева и, конечно, Островского. Знакомство с Мартыновым повлияло на судьбу другого актера Александринки Павла Васильевича Васильева. Павел Васильев был братом актера «Малого театра» Сергея Васильева. Как и его брат, он окончил Московское театральное училище, однако не смог реализоваться как драматический актер на московской сцене. Играя в провинции, он познакомился с Мартыновым и именно у него начал перенимать приемы реалистического искусства, психологического раскрытия роли. В 1860 году, в год смерти Мартынова, Васильев пришел в Александринский театр и к нему перешли по наследству многие роли, ранее исполняемые его учителем. В своих сценических образах Васильев был весьма сдержан во внешних эффектах. Игра его отличалась не замысловатостью, но внутренней правдой. Таким образом, он продолжал Мартыновскую линию на сцене Александринки. Лучшими ролями Васильева были роли Осипа в «Ревизоре», Качкарева в «Женитьбе», а также герои пьес Островского. Личность Островского и его драматургия сыграли значительную роль и в судьбе Полины Антипьевны Стрепетовой. Она не была в полном смысле актриса Александринского театра, хоть ее имя и вписано в его историю. Актриса больше работала в провинциальных театрах, на их сценах она блистала в трагедиях Шекспира, играла Шиллера и Островского. Не отличаясь внешней красотой, Стрепетова преображалась в своих ролях благодаря темпераменту и таланту трагической актрисы. В 80-е годы она выходила и на московские сцены, где играла в общедоступном театре и в артистическом кружке, и где познакомилась с Островским. С 1881 по 1890 год актриса работала в Александринском театре, куда попала исключительно благодаря уже заработанной славе. Однако в Александринке уже была своя звезда Мария Гавриловна Савина, которая не могла отдать конкурентке первые роли. В своих записках Островский пишет об актрисе, Стрепетова не усиливает петербургской труппы, не составляет с ней одного целого. Она как будто лишняя, посторонняя, точно гостья, приехавшая на 5-6 спектаклей. И дальше объясняет, особенности ее таланта слишком исключительны в артистическом мире. Звезда Александринского театра Мария Гавриловна Савина родилась в семье провинциальных актеров и выступала на сцене с детства. В 1874 году состоялся ее дебют на петербургской сцене в Благородном собрании и после него актрису пригласили в Александринский театр. Она постоянно работала над своей техникой и это позволяло ей играть не только очаровательных юных героинь, но и характеры более серьезные. Важной для Савиной ролью была Верочка из Тургеневского месяца в деревне, а спустя время актриса блестяще играла и Наталью Петровну. Однако сложные роли не были основой репертуара актрисы. В своих записках Островский писал что благодаря госпоже Савиной петербургская публика не видит многих очень хороших пьес, которых театру претендующему на серьезность нельзя не иметь в своем репертуаре. Многие важные современные пьесы отвергались актрисой в то время, когда русский театр уже стоял на пороге революции в искусстве, драматургии Чехова и рождения художественного театра. В следующей программе мы наконец поговорим о драматургии Островского, сыгравшей столь важную роль в жизни театра 19 века. А на сегодня это все. До свидания и всего вам доброго.